Пока птицы пытались асфальт проломить своим маленьким телом. Мне предложили, но я отказался. Пошел смотреть, как ломаются алые гости заката. Пасти домов, горизонт ела. Собаки, играя закрыт, зли дворника, пока выполнял планту, чтобы прокормить троих детей своей сожительницы. Осенью все с ума сходят. Каждый по-своему. И планктон, и священник, заливший кипяток в горло, приезжая жителей Ниццы. И перспективы будущего дежурайца своей безысходностью заведомо известны. Время-провождение имеют грани разные. Но все депрессии затыкаются, лишь как таскалится весна. Будни распривожились толпами настолько, что по голову окунулись волны человечи. И снова улица смакуют дольками весной безвозвратно изувеченных. К примеру, во дворе вливается пыдло, окончательно самкой брошенное. Говорит, что она шлюха, и было понятно, что она ложная. Заложники религии убиваются скукой, сжигают Библии и Кораны. Я не из них источностью хука прикрываю внутренности очками. Мне куда приятнее телом возиться в переход. Тенью накрыться словно шалью. И думать о том, как в который вход в петле маршрутов телепаются горожане. Я перепинтовываю языком слова. По-моему, не получается. Или получается, но неуклюже. Рот напоминает мне кровать, в которой они лежать должны. Но почему же все-таки вырываются их попытки, долететь от чьих-то ушей, падают на пол, или, собравшись, головы скрывают. Очевидно, что добраться до любой шеи куда легче, чем до Гаваны или Гавайи. Но все чаще с одиночеством борются поездками, чем пользуются протянутыми руками. И где-то беспризорник ест камень, веря в сознательность своей потерянной мамы. Наверное, нужно забыть об однозначности в любом вопросе. Если ты веришь, что можешь стать когда-нибудь взрослым, думая о том, что каждый, кто познал анонизм, врачить вряд ли когда-нибудь просит. Наверное, нужно забыть о понятии полноценного роста. Я фантазирую, совсем как в детстве. Дождь — это туча, нарисованная мелом на асфальте. Если закрыть глаза, никто не поймет, куда ты делся. Если кто-то попадет в больницу, если кинуть мимо урный фантик. А столкновение автомобиля — это не авария. Так машины занимаются сексом. Даже ебутся, неумелые в последний раз, эякулируя обрывками тела. Но какая разница, если у кого-то переживаний больше от покупки бутс или прихода в компьютерный отдел. Даже когда дороги города полностью перестанут сдерживать агрессию, и менты в судорогах раскроют все наши потаенные места, у меня всегда будет комната, чтобы влезть в нее раненым в сердце. Она станет последним портом, который я когда-нибудь сдам. Меня смогут лично носилка в конвульсиях вынести. А продавщицы о паспорте будут спрашивать по пути, они точно расистки. Знай, что рядовой гражданин Украины не может купить себе Кеннесси. Да вообще не может быть. И быть стревожно, выдавить что-то около пробудиста. Предложить на гиле, скорее бога, отвезти, хотя знает, сколько поневер раскидано богов этих. Но я безысходностью истекая, окровавленный ею, измашив свои же листы и брошив под ноги миру, и пускай топчет, как дети. Ведь он сам не выросший, хотя уже успел разжиреть. Единственное, в чем можно быть сегодня уверенным — схожести салютов и кубиков жилет. Я как бы возрастные колебания эти, от злости к усталости, от размышлений к действию или же бездействию, и наоборот, лежал к обороте истинного взросления. В этом замкнутом круге кажется явно, что атеизм — самая легкая и стойкая форма нигилизма. Это, наверное, плохо, но форма проверенная и выдержанная, и она потому приемлемая. Просто я что-то слышал про двоемыслия. Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Отчасти во мне это тоже имеется. Видимо, в каждом, видя современный представитель социума, а значит, социум болен. Иногда представляю Мари Поппин сейчас. Теперь она Мария Попова. Курит трубку, пахнет паленым коньяком и берет подороже. А в сегодняшней мимолетной фантазии, даже не знаю, как так получилось, на кухне она сбивала сливки для торта, который сама собиралась съесть. Ведь за фигуру больше не переживает. А в соседнем доме 12-летняя Барбара, то есть Варвара, со своим 25-летним парнем становилась женщиной. Или шведки Тополя немного раскуляли тусклый луч фонаря. Она добровольно залезла в автобус, как в камеру. Только мне нужно было возвращаться обратно. На время у меня появилось одно правило — чувствовать себя больным в одиночной палате. Но время затягивается. Время шнурки на ботинках обстоятельств. Есть вероятность, что умирающий гид может стать моим лучшим приятелем. Я теперь почти что творец всего сущего. Могу представлять все, что угодно. Рассказать, как гладил и обнимал монашку сущую или платил барыги за окончание года. Как приводит к взрыву столкновение гениталий. Как по щекам луч солнца каплями стекал. Но пока ее не было, лишь сугробы таяли, таяли. Я думал о ее образе и пересчитывал шрам из стекла. Так же скулишь во мне ты. А я выгрызаю снова хотя бы ремарок. Ведь всех твоих нелепых ответов было всегда Катастрофически мало. Улица пропавшая тобой каждая. С улыбкой выплевывает мой стих. Это явных пережеванных кашлях. Обескураженно цепляясь под дых. Репорт остался обманщиком. Ты помнишь, как он был мил? Я тоже про это помню. И поэтому последние сутки пил. Тебе это не нравится? Ну пойми хоть раз. Тем более сегодня я полностью трезв. Именно поэтому со своего олимпа слась и переставай верить себе на отрез. Верь мне. Опять же, хоть раз. Ведь я не увлекаюсь этим имиджем. Если ты не вытащишь меня из котла, то я закрепнусь строчками своими же. Не обращаю внимания на шум. Пора бы смириться с тем, что вокруг цепь. Чувство лишь брак производства. Периодически я их тоже ношу, разминая пластилин на лице. И ценник мне давно уже не нужен. Мне бы просто возвращаться домой с собранным. Не растрепаться на протяжении дня. Не рассыпаться почьими-то окнами. Пока солнце свои лопасти раскрутит, еще отчается не один человек, ждущий любви и квартиры. Кажется, я скоро вынерплюсь. Скажи хоть одному ребенку, что лунтик не мессия, не штукатур. Не сможет залатать дыры даже между двумя людьми. А ты. Иисуса постеры выбрасывали совке. По мнению коммунистов, он тоже контурщиком был. Неопределенность о всех аспектах жизни продолжается прикасать неподвижные лбы. Прости, это не снобизм. Я хочу радости и счастья. Хочу всевозможных благ вокруг и всем. Просто я слишком долго здесь шастал. Чтобы успеть одуматься и взорвать их лием. Чтобы набраться ограниченной свободы. Чтобы узнать, что смысл запоминания рождения даты в прибавлении к сумме смерти по году. Я слишком долго шастал, чтобы проебать чувственность периодической апатии. Аплодисменты. 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 Аплодисмент. Аплодисмент. Аплодисменты. 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 Это не вопли во время драки. Не думай, что все так просто. По сравнению с этим гракен пустяк Лошиного роста. Это чувствуешь в любую погоду. Я даю тебе это, чтобы согреться. Воспользуйся этим хотя бы погоду. Воспользуйся этим хотя бы погоду. Погоду. Это строки,что застряли в основном сердце. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...